Чередование гласных ОА в корне слова Сегодня мы с вами поговорим о чередовании гласных ОА в корне слова. Правописание чередующихся гласных ОА в разных корнях зависит от разных условий. И прежде всего мы поговорим о тех корнях, в которых правописание чередующейся гласной будет зависеть от последующей за ней согласной. Итак, корни «лак» – «лож». Гласную «А» мы пишем, если после нее идет согласная «Г», «О» пишем, если после нее идет согласная «Ж». Проверяем. Слагать корень лаг «А» перед «Г», предлагать корень лаг «А» перед «Г», сложить корень лож «О» перед «Ж», предложить в корне пишем «О» перед «Ж». Кроме того, у корня лаг есть еще одна подсказка. После него, после корня «лак» всегда идет суффикс «а». Обратите внимание, «слагать» – вот суффикс «а», «предлагать» – суффикс «а». Еще один корень с чередованием гласных «о», «а», в котором правописание определяется последующий согласный – это корень «раст-ращ-рос». «А» пишем перед сочетанием «ст», «А» пишем перед согласной «щ», «о» пишем перед согласной «с». Проверяем. Растения – «а», потому что «ст», «подрастать» – корень «раст-а, ст», «выращенный» – корень «ращ-а», перед «щ», «подросли» – корень «рос», пишем «о», потому что «с», «водоросли» – корень «рос», «о», потому что «с». У этого правила есть исключения. Постарайтесь запомнить эти слова. С гласной «О» пишем слова «Росток», «Ростовщик», «Ростов», «Ростислав». С гласной «А» пишем слово «отрасль». Другая группа корней проверяется позицией гласной в слове – ударная она или безударная. В корне «Гар-Гор» под ударением мы пишем гласную «А». Смотрите, «Загар». Безударения в безударной позиции мы должны написать букву «О» – загорелый корень «Гор». В корне «Зор-Зар» под ударением мы можем написать «О», как в слове «Зорька», или гласную «А», как в слове «Зарева». Но в безударном положении только букву «А» можем написать «Заря». Следующий корень проверяется наличием суффикса «А», корень «кас», «кос». После корня «кас» всегда идет суффикс «А». Т.е. если после корня есть суффикс «А», значит, в корне тоже пишем гласную «А». «Прикасаться» – в корне пишем «А», потому что есть суффикс «А». «Касание» – в корне пишем «А», потому что есть суффикс «А». Если суффикс отсутствует, мы должны будем в корне написать гласную «О». «Коснуться» – корень «кос». «Соприкосновение» – корень «кос». Продолжение следует...